Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 15 глава, 22 по 28 стих. И привели его на место Голгофу, что значит лобное место. И давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий кому что взять. Был час третий и распяли его. И была надпись вины его царь иудей. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово писания, и к злодеям причтем. Для мужчины голос и бесчастья написано. Вот бубен, а? Мне бы такой голос. Мне такой не надо. Как будто столь это кричит занято. Зарканили барашку. Наконец-то. Толкование. Есть предание, дошедшее до нас от святых отцов, что на Голгофе погребен был Адам. Здесь распинается и Господь, врачующий падение и смерть Адамову. Дабы там же последовало и разрушение смерти, где было начало смерти. Смирно есть самая горькая жидкость. Значит, это давали Господу в поругание над ним. Другой евангелист говорит, что Господу подали уксус с желчью. Матфея 27.34. А третий, что ему поднесено было и еще что-то. Но в этом нет противоречия при тогдашнем бесчинстве. Одни приносили то, другие другое. Один уксус с желчью, другое вино со смирною. А могло быть и то, что вино было окислое, а смирно прогорклое. И, следовательно, евангелисты согласны между собою. И вино могло быть названо уксусом, а смирно желчью. Первая по своей кислоте, вторая по горечи. Матфея 27.34. Ибо когда сказано, не принял, сим уже ясно показано, что не пил. И жеребий бросали об одежде его так же в поругание над ним. То есть, разделяя между собою как бы царские одежды. Тогда как они были скудные. Написали и надпись, то есть, вину, за которую Господь распит. Царь Иудейский. Чтобы опозорить славу его, как человека возмутительного и называющего себя царем. Чтобы все проходящие не только не жалели о нем, а напротив, нападали бы на него, как на похитителя царской власти. Но как Марк говорит, что Христос распят был в третьем часу, а Матфей, что тьма произошла в шестом часу. Это вопрос, да? Да. Можно сказать, что в третьем часу был распит, а тьма началась с шестого часа и продолжалась до девятого. И с разбойниками распят был Господь для того, чтобы люди имели худое мнение о нем, что и он был злодей. Два разбойника были образами двух народов. Иудейского и языческого. Оба сии народа были беззаконны. Языческий, как приступивший естественный закон. Иудейский, как приступивший и сей, большой буквы закон, и писанный, который дал ему Бог. Но языческий народ оказался благоразумным разбойником. Напротив, иудейский хулителем до конца. Посреди сих двух народов распинается Господь, так как Он есть камень, соединяющий нас в Себе. Да. Вопросы? У креста кто стоял? Кто? Громче. Громче говорите, что Вы как будто выше шуршите. Иоанна, мама, это матери его. Кто? Иоанна, матери его. Больше никого не было, ни народа, ни воинов. Почему я должен тебя тянуть, а потом обещать что-то тебе за это? Давай. Не говори. Вы даже не знаете, кто там был. Сатана. Там старобрядцы были. Точно. А я абсолютно точно уверен. И они взяли на анализ эту желчь. И говорят, что почему они свинью-то едят неразрешенно? Потому что Христос выпил желчи свиной. А раз Христос выпил, что все очистилось. Вот как. Вот. Не написано, а можно узнать. Так тогда и цыгане тут тоже рядом. Да. А цыгане почему воруют-то? Когда принесли воина-то, которые вводят, а ковали сами-то пять гвоздей-то. Он прибили когда. А один решили забить в лоб. А муха села. А цыган рядом стоял и говорит, да кого гвозь-то забили. А он похмель-то воин-то и видел. И Христос сказал, за это разрешаю воровать тебя. А он в гости своровал цыган. Ты в карман его. Это вот цыган главный. Ну, евангелия цыган. Козырь. Евангелия цыган. На меня вышел позавчера, кажется, один цыган. Мы разговаривали, как мы с ним. Я ему протаскал. Да, такой. Я не такой. Я русский. Я русский цыган. Потому что меня мать бросила, и я воспитался у русских. Я говорю, цыгане детей не бросают, а воруют. Ты что-то врешь, наверное. Цыгане, чтобы детей бросили, я такого не слыхал, нет. Они хоть сколько возьмут. И научатся, что детей будут попрошалищать, и прибыль будет. Они будут наркотиками торговать. Врет, конечно. Врет, как всегда. Да. Вот какое дело-то. А тут написано. Царь иудейский. Решили этим его опозорить, Христа. Какой же это царь? Вот ваш царь. Нам сегодня говорят. Кого вы поверите? Это первый христиан. Он говорит, себя-то спасти не мог. А кого он спасет-то? Да. Это в укор ставили всем христианам. Вчера я с одним мусульманином на это долго говорил. И я говорю, вы откуда это узнали, что не был распут? Никак. Так это другой человек. Ваш Исаий, наш Иисус, это абсолютно разное. Ваш не был распут, наш распут у нас написано. С первого века. Когда вы разговариваете, скажите, а когда испортили? Кто? Что? Первые христиане, апостолы в это верили. Ученики верили. А смерть Христа это самое страшное было на земле явление для сатаны. Поэтому, если написано было в Второзаконии 19.19, о том, что если человек обвинял другого и не доказал, то эта статья ложится на него. Ну, допустим, человек увидел кого-то и сказал, вот он моего сына там взял, или малолетку там, кто-то с ним сделал где-то. А в это время раз и доказали, он у бабушки в дом деревни. Теперь эта статья на него, оправдайся. А как он оправдается, когда он салвал? Все, его за это казнить будут. Поэтому лжесвидетели очень многим рисковали. Вы знаете, как два судьи решили женщину одну сквернить? И сказали, мы видели, она с молодым человеком была там-то, там-то. Мы когда увидели нас, она как... Он убежал. И что из этого получилось? Ведут на казнь. А остановить полчища-то нельзя, уже все. Она приговорена, приговор вынесен. И тогда один шел рядом и закричал, узнал, а ты говоришь, я не повинен в ее крови. Не повинен. Идет и орет, и орет непрерывно. Я не повинен. Остановились. Ты что кричишь? А вы-то кто такие? Да вот свидетели, два генеральных прокурора. Ну, может быть там отдела юстиции, главное там. И вот они, он говорит, разведем по сторонам. Теперь, когда допрашивают, два подельника в одной камере, чтобы не сидели. И надо договариваться, они арестовали. И как он допрашивал? Где ты видел? Где ты видел? Каким? Под дубом. Так. Солгал на свою душу. Отведите. Так. Ты ее тоже видел? Ну, конечно, видел. Ты точно видишь, что это она была? Она и юноша была. Ну, мы схватили, он вырвался, молодой. Так. А под каким деревом были? Под Масличном. По нашему. По смаховнице. Они растут в другом конце сада. Вы видите? Она не могла быть под двумя деревьями. Они договорились, солгали. И обоих казнили. И их не стали ни допрашивать, ни петицию писать, там амнистия, ни какие. Сразу секир башка. А Сусана пошла домой. Вот какая история там моя. Это все мы узнаем здесь. Виселся плод между небом и землей. И вот надпись на нем была. Вот это все абсолютно сатана сегодня. Не надо. Не умирал. Не умирал, потому что смерть Христа он невинный. Падает на сатану. И он миллиарды людей пустил по этому пути. Меня вчера спрашивают. Ну а как вы считаете? Ваша книга, наша. Ну да большая разница. Да там много, не много. Я изучал его. Я знаю. А сколько? 5216 различий. Между нашей и вашей книгой. 5 тысяч. У них Нимра гнал Авраама. Да. И они не знают ничего. Совершенно. Я говорю, давайте так рассуждать. Вы верите, что Адам и Ева был? Да. А верите, что люди согрешили? А где они находятся? Почему все люди умирают? А у них нет понятия грех первородный. А раз первородного греха никакого нету, значит человек бессмертный. А раз умирают, а с Адамом, она наша идея, больше ста миллиардов умерла. Убита, умерла. За что? Адам. Павел говорит, в Адаме все умирают, а они не знают. И когда начинают так, нам надо встретиться, девчонки, надо встретиться. Я говорю, заходи по скайпу ты. Он сразу звонит. Ну три минуты прошел, он уже звонит по скайпу. И дальше беседа была какая, я ее потом выставлю, не сегодня. Одним так беседовали, я ее выставил. А он видимо сильно испугался в администрацию. И администрация мне этот ролик выкинула. Его нету. Ну я не стал говорить, ладно, пусть же, нехай живя. Сергей Павлович, давай. Мне хочется еще прояснить вот про царство. Что? Вот вину ему вменяли, что он царь иудейский. То есть то, что он якобы узурпировал эту власть, сам себе ее, ну так его, ложное его. Римскую власть свергает. Тут революция стояла. Сикари, зелоты наполнили страну. Их назвали киржальщики. Убийство из-за угла. И поэтому народ-то... А народ просил бы, что народ-то одурел что ли? Ну кто щекотило будет просить? Это народный патриот. И он убил римского офицера. Он за народ. Ворал. Выпустить его надо. Народ за него бьется. Кого выпустить? Это друг Ленина. Они проголосовали-то за разбойника. Не простого разбойника, а по их мнениям римлян. А для народа это был патриот. Вот теперь все стало на место. Почему они его просили? Разбойника никто не будет просить. А наоборот, наконец-то попался паразит. Мы за смерть его. А тут народ желает его иметь. Потому что он воодушевлял народ. Готовилось. И они подняли путь. И гарнизон Рима, который был в Иерусалиме, погиб. Но я садил, а царь должен был ответной меры. И Веспестьян пошел войной на них. Но они заперлись. Веспестьян умер внезапно. А осаду окончил Тит. Бенгур хорошо книга написывает, как это все они хотели. Отряды, отряды. Везде оружие, деньги. Уже предводители каждого отряда. Восстать одновременно римлянцы. Так и потом было. Вот что дело-то. Так и было в 66-м году. Великое восстание. И два легиона перебили. Римских два легиона перебили. В это же время восстал Барковба. Перед этим был. Барковба. И у него, как притещ, Араби Акиби был. Точно так же. И там было какое-то орлиное гнездо Ирода. Там не добраться ничего нельзя было-то. И когда у них все уже кончилось, они бросили тогда жеребий. Кто убивает всех. К нему подходили, он всех колол. Масак называется. Потом сам себя. И теперь найдены эти... Камни или какие-то дощечки, которым бросали жеребий. Все найдено. Подтвердилось то, что писали. Крепость Масад. А? Крепость Масад. Именем ее они свою национальную безопасность назвали. Я не знаю. Но главное так, что они доступны были. И дальше, когда уже все иссякло, что врагу не сдавайте, гебельцы и все остальные покончили жизнь самоубийством. Больше 900 человек. Ужас. Одновременно. Ну, кто-то бы подошел и сказал, верьте мне. Все глаза открылись. Он сказал, картина. Что будет завтра? Десять лет пройдет. Что будет? А представь себе. Давайте картину представим. 22 июня. Народ-то еще ничего не знает. И вдруг 22 июня. Ровно 4 часа. Киев. Вольные нам объявили. Началась война. И сразу по радио объявили. Войну объявляют. Уже войска рвут в Советский Союз. А в это время объявляют войну. И весь народ. Многие были в Германии не согласны. Но когда увидели, как победно Гитлер шествует, его слава не видно высоты достигла. Наконец пала империя. Теперь уже там особые отделы. Гейдри занимается. Какой где район. Кому где. Кто гауляв, наверное, в каком районе будет. А эти все народы за Урал. И постепенно славян ограничить по-своему. Ну, не говоря там цыган-евреев. Окончательное решение вопроса. И вдруг остановка. Гений Гитлера захлебнулся. Как? Он выйдет. На московские дороги открытые все. И тогда он армию разделил пополам. На юг скорее к Баку. Нам нужна нефть. А ведь ему-то Гудериан и другие. Это он категорически был не согласен. И однако это так случилось. А тут грязь. А тут мороз. И все. А дальше-то из музеев достали. На складах пушки. Первые мировые были. Когда гражданские-то. А пушки, они простые были. Но снаряды страшные силы имели. С немецких танков эти. Все летело кверху. Башню отрывало. Дали знать Гитлеру. Какое-то особое сверхмощное оружие русские изобрели. Сегодня там все открывают. Это гаубичная артиллерия 122-мм. Которая стояла на стенах. Ее нельзя было перевозить. Таскали на себе. Вот что сделалось. А почему? А почему? Какая главная ошибка Гитлера была? Главная ошибка раньше была. Когда он тронул евреев. Он подписал себе приговор. Евреи не трогай. За еврея молись. Да конечно. Я не говорю. Я не оправдываю. Я говорю. 12 глава. Бытие. Семья Аврамова. А он говорит. Да плевал на это. А главное это Генрих Гиммлер этим занимался. Окончательное решение. Где захватывают женщины, дети, еврейки. Показывают. С нем семка идет. Они стоят под них в панталонах. И тут расстрелят. Куча валит. Они стоят. Прижали детей с ребятишками вместе. Дальше открыли газовые камеры. Дали. Печи задымили. Никто не знал, что с каждым днем приближается расплата. Господь смотрел до времени. А где? Никак. Молитесь. Вот сейчас будет рубиловка ужасная. От священства, которое сейчас шагнуло на это. У них выход только будет. Или полностью отречься от того, что сейчас делают они. Или венчать антихриста. Выбора у них уже нет. Поэтому мы для них абсолютно неприемлемые. Вот сегодня. Ты может закончишь даже. Там тебе немножко. А нет. Завтра. Чтобы я записал. Вот это в наших книгах все это написано уже. Так. Я вам говорил. Вы когда на занятиях не бываете, пишите. Записывайте. У нас мало кто записывает. Из взрослых записывал только Львов Николаевна Потеева. Где она? Архипова. Она за больной сидит. Она за больной. Не пажет. Она не знаю. Она приходила? Нет. Она не приходила. Она приходила другие дни-то. И она сразу же ответила. Пример надо брать. Павел Львов Николаевна. Я записываю. Я тоже записываю. Павел Львов Николаевна. Анатольевна. Она так вот. Если по телефону звонит. Она не просто. Она никогда не лёхает. Говорит. Начинает. Львов Николаевна Потеева. Я говорю. Слушайте Игнатьевич Лавкин. Я под неё подделаюсь. У нас пошёл разговор. Она военный человек. Мне кажется звание капитан что ли. Очень сильно адвентисты удивились. Когда она к ним приехала. И рассказывала им. Почему она уходит. Это было конечно. Она в адвентистской была. Адвентистской. Ну давай. Марка 15, 29, 32. Проходящие злословили его. Кивая головами своими. Говоря. Эх. Разрушающий храм. И в три дня созидающий. Спаси себя самого. И сойди со креста. Подобные первосвященники с книжниками. Насмехаясь. И говорили друг другу. Других спасал. А себя не может спасти. Христос. Царь Израилев. Пусть сойдёт теперь с креста. Чтобы мы видели и уверуем. И распятые с ним. Поносили его. Толкование. Но говорить. Сойди с креста. Побуждал их дьявол. Так как начальник зла знал. Что крестом совершится спасение. То снова искушал Господа. Дабы в случае сошествия его с креста убедиться. Что он не сын Божий. И чтобы таким образом разрушилось спасение людей крестом. Но он был истинный сын Божий. И посему-то именно не сошёл с креста. Вопрос сразу. Я крещу сегодня. И там один зашёл. Ну и. А почему вы рукой так делаете. И почему у вас тут на храме. На ваших домах крест. Что вы будете отвечать. Я ему только ответил. Он говорит. Вот теперь я понял. Теперь я согласен. Значит. До этого времени. А ему уже лет видно под сорок. Как он? Почему поверил? А чему он поверил-то? Кто сказал, что он поверил? Почему до этого не верил. А тут поверил. Во что поверил-то? Человек, который меня спрашивает. Во что поверил он? Что вы крест умеете креститься? Да и что он означает. И крест. Почему у христиан. Он уже спасение. Как ему отвечать надо было? Он о кресте сейчас говорит. Ну о кресте рассказывать. Крест что такое рассказать? А что такое крест? Расскажи коротко. Крест? Коротко. Это жертвенник Господень. На котором была распята жертва. Пролита кровь Агнеца Невинного. О котором свидетельствовал Иоанн Предтеча Господний. Сказал. Вот. Агнец. Я разговариваю с человеком, который Писание знает. Я говорю. Вы знаете, что Ветхий Завет был тенью будущих благ. Да. Ну вот Ветхом Завете и как было. Жертву приносили. Вот отсюда начинать. Жертву. Чтобы у него понятие было об Агнеце. Ветхий Завет отнять. Тогда вообще непонятно. А зачем жертву? Откуда они? Я вот. Ну вы говорите коротко. Начинаешь коротко. Вам так не идет. Эдак не идет. На вас не угодично вижу. Главное жертву было. Главное, что он умирал. А жертву на что ложили? На жертву них. А как кровь? А семь дней освящайте. Будет святыня великой. Всякий тот прикоснется к нему. Исход 30 глава. Тот осветится. Христос жертву принесен Агнесом назван. А на что его положили? На крест. Так это жертву них. А раз жертву них, значит святыня более велика, чем та. Там кровь ягнят была, здесь кровь спасителя. Вот теперь я понял. То есть нужно по частям прямо за руку подвести, чтобы он сам увидел. Он так же мыслит, только не мог соединить это. Это не сразу доходит. И притом жертву приносили все народы. Всегда. Инки, хеты, ептяне. Все приносили. На что уж бывают такие как Чингисхана, все равно жертвы. Павел говорит, обходя жертвенник убедил. Даже названия то нет кому. А почему неведомому богу? Инки за страшную жертву приносили. А почему написано неведомому богу было? Потому что там у них случай был. А? Случай у них был там особый поэтому. Но это в предании говорится. Предание какое? О чем речь? Ну то, что когда они пошли на войну, там они всем богам приносили жертву. И в этот момент, в этот раз они проиграли. Они не должны были проиграть. И они вдруг проиграли. И их мудрецы, ну ариопак, собрались. Почему проиграли? И все решили. Мы кому-то из богов какому-то, мы его не знаем, не принесли жертву. Бабушка верила, дедушка, она может не передала мне. Ну неведомый бог, трудно сделать. Все, теперь победа будет за нами. Все, мы Сталинградскую битву им устроим. Курскую битву выиграем. Ну и Кёликсберг. Наверное, они даже искали, опрашивали. Какого бога мы не знаем. Их же много было. Видишь, как надо рассуждать по той обстановке. Надо реально картину приблизить. А как бы я поступил там? Я бы тоже искал. И мудрое решение. А Павел говорит, неведомый. Даже не знаете, так я его и проповедую. Вот это да. Давайте слушать. Мы начали слушать. Он говорит, это Христос. Вы ему жертву-то не приносили. Ну и все рассказывал. У апостола Павла логистика была совершенная. Это надо было народ знать хорошо. Его обычаи и так далее. Павел такое приводил сегодня. Не то что логистика. Вообще никакого. Никогда. Он говорит, у Абрама была жена Сара и Агарь. Ну и еще Агарь. Ну что? Сара это церковь. А Агарь это... Ветхозавета. Ниоткуда. Это новое откровение. И поэтому к Павлу претензий нет. И ко мне нету. Потому что оснований никакого нет. А гора Сион указывал. Второй переклад говорит. А это указывало туда. Еще один раз. А от них это означает на нас. Там Хариф, а это... А это... Стройным перекладом вот так идет объяснение. Поэтому... Что хочет сказать, это суе слов. Так они и говорили на них. Хотя сами поболтать любили. Хотя бы Сократа слушали. А то и лучшего мудреца. Евангелиста практически. Любимый что-нибудь новенькое. Вот заметь, как у нас видео ведут тебя на собрании. Вот сегодня стала Людмила Степанова говорить, как все оживились. Что дальше-то будет-то? Это как, куда он делся-то? Прямо видно. Прямо наглядно. На Володе снимают. Как другому-то народ всего ожили. Вот это да у нас посещение какое. То ли ангел пришел, то ли кто-то. Зачем вы сомнение-то? Все поняли, что ангел. Там никого нет. Он один стоит. Ну а где же маленький? Виктор Андреевич. Тоже еще не видел. Значит, тут только одно. Или проверяется у психиатра. Я спрошу. У кого есть справка от психиатра, что он нормальный? У тебя есть справка? Я отдал на голову. Я уже тут за рулевкой. Так, у тебя справка есть? Есть. Есть еще. У всех, у кого водители, у всех есть это, психиатр. И я тоже проходил психиатр. Вернее, за меня кто-то прошел, а я пришел на рулю сейчас. Нет. Ты сходил, говорил, это не справка. По этой справке тебе запечатают, будь здоров. Справка, которой ты подлежишь у них, там тебя проверяют, может, в месяц. И тогда дают справку. Владимирович, я знал, что вы так и ответите. На вас не угодишь. Вам любое говорите, и все будет не так, как надо для вас. Вот проверяют там. Я понимаю, о чем вы говорите. Не был я там, не был. Вот так. Я еще не того возраста, чтобы быть. Вы попали, я не попал. Нет, вообще-то да, говорите. Вы помните, как к вам позвонил МВДшник, который на письмо папа отвечал, этого Масленникова. Вам позвонил по телефону и говорит, а вы говорите, а чего пригласить меня-то? Ну да, есть такой, живет. А зачем его приглашать в МВД? Вася, закрыл камеру, уйди. Тише, сестры, подождите. А это, Игнативович еще спрашивает, а зачем вы приглашаете? Да там, говорит, письмо на него пришло, что он мешает молиться в Тогуле в храме. Он говорит, ну и поговорил с ним, а потом он ему задает вопрос, это там лейтенант или капитан. Говорит, а как вы думаете, ну вы кто? Игнативович сказал, что община там, так и так далее. А он говорит, а вы не можете мне совет дать? Как с ним поступить-то мне? С кем же? Ну, Игорь Владимирович чем-то. Он говорит, ну знаете, я бы вам дал совет, но вы опоздали немножко. А на сколько? А лет-то пятьдесят, говорит. Или поменьше даже, да? Лет на тридцать, говорит, опоздали. Сейчас, говорит, ну что вы сделаете? Я вот что хотел сказать-то, у нас то уходят многие, они ропщики, а у вас одно и то же. Ну конечно. Слава Богу. И вот ушли половина-то, а вот это вот они услышали, а такого никогда у нас такого не было. Я первый раз сколько лет в общине, чтобы вот так кто-то приходил невидимым образом, посещал нас, молился. Не, было что-то, один раз Игнатий Ильич рассказывал, что видели над кем-то крест там или нимб какой-то. И Игнатий Ильич что сказал, говорит, вот так-то одна душа там подошла, там спрашивала и никто не знает просто кто это, никто так до сих пор не знает. Там догадывались чего, а потом нет, нет, нет. А он и не говорит. Молчит? Откройтесь, Игнатий. Зачем? Зачем тебе это надо-то? Вот ты хотела бы это увидеть? Людмила Степановна, у нее характер такой. А тебе ни в коем случае нельзя, ты экзонтированная. Ааа, начала бы кричать от тебя. Да, Слова Божия, нет. Страница 122-я. Сергей Павлович, прочитай. Или вот, ты видишь, нет? Да, я вижу. Давайте прочитаю. Давай. Давай я. Слушайте внимательно. А что здесь? Вот какая должна быть экспертиза. А, диагноз шизофрения, на, читай. Ну, ты где начинаешь считать? Вот отсюда, вот Диагноз, приложение Диагноз шизофрения Выписка из истории болезни Номер 5167 Из свидетельства о болезни Известно, что Лавкин Игнатий Тихонович За время службы проявил себя Дисциплинированным Добросовестно относился к службе В армии Первый раз я там загремел С 1 июня 1961 года Окружающие Заметили Странное поведение Ты читай нормально, а хватит Он стал угрюмым Необщительным Часто молился И допускал антисоциальные Высказывания Антисоциальные, вы знаете, что это такое? Против власти Против власти Против общества Нет, антисоциальные нет Общечеловеческие понятия Какое, допустим, людей Паститься и так далее Что не понимаете? Молиться там Бога веровать Сегодня про девочку Катю Вот они заметили И какой результат был Дальше В отделении Испытуемый был Молодоступный Контакту Это уже Запечатанный там В военном госпитале В Хабаровске Туда меня привезли И сдали Все, во время Поста Стал поститься И когда никого не было Офицеры меня просили Делать перевод Они в академии учатся А с ними я начал беседовать Говорить о Боге Полковники в основном были Ну как так В армии служить Такая должность у тебя У меня большая должность была И дальше уже Начало разворачиваться Так Допрос первый Встаю на своем Мы неправильно живем Надо с Богом А Бога в Библии-то не знаю Я говорю только Что где-то высчитал Или мама говорила Конечно Если бы теперь Тут может быть Я оттуда не один бы вышел А может кто меня допрашивал Тоже бы загремел А почему забрали? В это время Хрущев Дал определение У нас политзаключенных нету У нас есть сумасшедшие И сразу же Генерал Петр Григоренко Выступил Генерал У нас зарисовали тихушку Генерала А что вы спрашиваете О сержанте? Дальше На большинство задаваемых вопросов Не отвечает Или отвечает коротко Да Нет Так вот Это уже не годится Да и нет Почему? А дальше будет сказано Почему? У меня нашелся там Учитель один Он меня научил Как вести себя Иначе тебе год будет Да Нет А иногда Только кивком головы Иначе Эмоционально Притуплен Не интересуется Родными Ну это вообще Никуда не гонит Я конечно Осознаюсь Я принес Огорчение Маме моей Десять детей Ни за кого Настолько не страдало Как за меня Писал Хабаровск И она Неграмотная Абсолютно Женщина Она туда На поезде приехала Меня найти И она нашла Устроили там встречу Но я старался С ней не говорить Я знаю Что подслушивают Мне нельзя было Менять тактику Там офицер один Который тоже там был Космонавт там Хотел быть И что-то там Такое высказал Но с него сразу запечатали У него была Лоб был Как плита какая Вот я первый раз Видел такой высокий лоб Дальше К своему Помещению В психиатрическое отделение Относится Безразлично У меня разницы Никакой не было Не имеет Социальных установок Не имеет Социальных установок Это значит Как я буду дальше жить Как отсюда освободиться У меня разницы нет Никакой Я только молился Уже все Тут я уже на накале был Критика Создавшейся ситуации Отсутствует А что плохого в этом Когда власти не трогают Высказывает Бредовые идеи В происках Врагов Против него Врагами считает Всех представителей Власти В том числе И врачей Но вместе с тем Не проявляет Каких-либо попыток Чтобы выяснить Своё положение Иногда лишь В кабинете врача Оживляется И начинает С фантастической Убежденностью Доказывать О существовании Бога Совершенно с ума сошёл Фантастик Это Евангелию Ещё в руках не было Это придёт Может быть Года через два Только Вот уже Основание заложено было Дальше Заявляет Что скорее Примет смерть Чем отречётся От своих идей Свои религиозные Бредовые Высказывания Стереотипно Повторяет В доказательства Приводит Нелепые Доводы Например Извлекает Из карманов Отрывки Газет и журналов Не имеющие Прямого отношения К его утверждениям Там О храме О людях У меня ещё не было В отделении Отрастил себе Бороду Часто сидит В стереотипной Позе Обвязав В голову Полотенцем И раскачиваясь Абсолютно точно Это меня Научил офицер Говорит Больше не говори Ни с кем Я полотенце В голове Сижу И стеной Вот так качаюсь А офицер Для чего Вам такую установку Дал Чтобы Иначе тебе Тюрьма будет От службы Служить не хочешь В армии Дезертируешь А тебя сейчас признают Тебя-то Дурака не судят Я понял А тут дальше Будет написано Что я Внял И стал Вести себя Так как Меня научил Но зато Я когда Врачей не был Там я опять Говорил о Боге Тут будет написано То есть Вы Это Юродство На себя Приняли Нет Не юродство Просто я Молчал Юродства Не было Никакого Когда ты будешь писать Жития святых Я так и напишу Ну ладно Пиши Считай Разрешайте Благодарю 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 Резонерству Простите Че это такое Резонерство Резонерство Резать любим Резон Свиней Резон Знаешь Критиках болезни Отсутствует Хотя соглашается С тем Что за последний год Изменился Диагноз Шизофрения Параноидальная форма Подлинник болезни Сгорел При пожаре В Барнаульском Психиатрическом отделении Так Дальше Это сгорел тот А теперь В Кемеровскую Я попадаю Дальше А вот Кемеровская Будет ссылаться на это Заголовок Сверхценные Идеи Реформаторского Содержания Том Первый Листы Дела 3062 Это в моем деле Сколько там мог Против меня Какой местный Лист Все записано Я потом вернулся И потребовал Дайте мне И все Переписал Акт 5895 Дробь 80 Кемеровская область Психиатрическая больница Врач Мазур МА Кандидат Медицинских наук Матур Моисей Аронович МА И всех упускает Кто со мной приехал Все отбыли Проверили А меня никак Ждут его с Москвы Кемеров Вашли Он прилетел И теперь со мной Сидит Беседует Какие-нибудь Голоса Слышите Я говорю Да А какие Я говорю В коридоре Матерятся Он мне такой Каверный вопрос Задал А вы знаете Житья Екатерина Мужченики Я говорю Да А Зоя Космодеменская Знаю А чей подвиг Выше Я говорю Зоя Космодеменская Вот не ожидал Он такого А почему Потому что Екатерина Она знает Завтра Груди Прирастут на место Пальщики Вернутся А у Зои Ничего нет Петля на шее И все И Бурьяна Его сильно Это тронуло Как Она же фанатик Он же Да Не Акатерина Акатерина Еще она Тут же Она знает Что все вернется Дальше Логично Моисей Аронович Краткие выписки Сделаны При закрытии дела Цитата Лавкин И.Т. Поступил 22 июля Выписан 9 сентября 1980 года Две недели держат А меня сколько месяцев держали Как я себя вел Теперь Почему июля Да хватит Они достали Вот это Которое было В госпитале военном И как они посмотрят Что Слушайте Как они теперь будут Объяснять то В стационаре В госпитале 26 октября Да Тут что-то 61 Дробь 11 Января Это названия У них там какие-то Ладно 62 года Сознание Было Не помрачено Состоял На учете С диагнозом Вяло Текущая Шизофрения Психоподобный вариант Это тогда Когда они ссылаются Жаловался На головную боль Тогда Иногда был Раздражителен У него Отмечались Пониженные Настроения Он постоянно Говорил о Боге И пытался Вовлечь Врачей В свою веру Это все Пониженное настроение Со стороны Со стороны Внутренних органов Без патологии Со стороны Центральной Нервной системы Органы Патологически Не нарушены Психическое состояние Испытуемый Правильно Ориентирован Во всех видах Ориентировки И судебно-следственной Ситуации На комиссии Собранный Подтянут Приветлив Это уже Кемеровская Доступен Контакту Ясно И четко Изъясняется Доброжелателен И приветлив С врачами На здоровье Жалоб у него нет В беседах Эмоционален Последователен Открыт Себя психически Больным Не считает Подробно Рассказывает Врачам Как он пришел К вере в Бога Он воспитывался В религиозной семье Боялся греха Сдерживало его От аморальных поступков Вера В душе он всегда Почитал Бога Но религиозных Обрядов Не почитал Вел обычную Мирскую жизнь Ходил в кино На танцплощадке Нередко Выпивал Даже были случаи Когда напивался В стельку После того Как слух Прочитал На ночь В казарме В казарме После того Как Слух Прочитал На ночь В казарме Молитву Его отправили В психбольницу Главное Что было Для него Неожиданностью В психбольнице Один офицер Который находился На обследовании Посоветовал ему Не менять Своего поведения Молчать Вести себя Так Как вел В воинской части В противном Случае Сказал ему Офицер Его могут Расценить Как симулянта Со всеми Вытекающими Отсюда Последствиями То есть Отдать под Трибунал За уклонение От воинской службы Он послушал И решил Что этот совет Справедливый Поэтому В психбольнице Молчал Тем не менее Потребность Говорить о Боге У него Была Очень сильная Поэтому По вечерам В туалете Вел беседы На религиозные Темы с людьми Туалет Вот такая Огромная Курят Много Человек 300 Территория какая-то А больше нигде Врачей тут нет Тут я им о Боге Говорил Что знал В туалете Вел беседы С людьми На религиозные Темы Которых считал Людьми Которых считал Подходящими Для этой беседы Никогда Не казалось Ничего Не мерещилось Все последние годы Он физически И психически Чувствовал себя Хорошо Под врагами Он подразумевал Всех офицеров Преследовавших Его за веру Он посвятил Жизнь Свою вере С каждым годом Все глубже Умом и сердцем Стремился познать Писание Божие И кое-что Стал понимать Это теперь уже Это уже Кемеровская Перешла На свое Исследование Вместе с тем Он много работал Так как Является Хорошим печником Он Никогда не нарушал Трудовую дисциплину Свою работу Выполнял Честно и добросовестно Жену Жену он очень любит И обожает Он всегда был Открыт для людей Делился С людьми Последним куском Так вы Библию уже прочитали Здесь Это уже Библию прочитали А какой год-то Чего ты не сказал Да в самом начале Там есть Какой такой Восьмидесятый 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 Там? Да Восьмидесятый Год Это уже Двадцать лет Почти прошло Да Только по-другому Сейчас совсем То есть Поэтому Тут уже Она немного Другая характеристика Абсолютно Она все еще Ссылается на ту Ну да Им там нельзя Сказать Обращатель Тут все по-другому Как они сейчас Обойдут И скажут Ну Видимо Прошло Все А так Чтобы тех Обращать Они не имеют права Опровергать Военную Тут Понятно Ну Видно Что Они как-то Теперь они Пишут свое Лавируют уже Так Последние годы Его стали Уважать Верующие Появилось Много Знакомых Соратников По духу И вере Ему Нередко Приходилось Разрешать Споры В толковании Священного Писания Среди верующих А каких верующих Если они Характеристики Все запросили И с работы И где И что было Церковь Там Да Церковь Там все писали Плод Архиепископа Ну понятно Тут уже ясно Испытуемый Обнаруживает Хорошую память Знания Религиозных Текстов Он приводит На память Множество Цитат Из Библии И Евангелия Свободно Оперирует Своими знаниями Вину Не признает Вину А вину В какую Вину В какую Вину Веруете в Бога Ну давайте Распространение Заведомо Ложных Безмышлений Порочащих Обседственной Государственной Строиц Советского Союза Ну 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 Это же Все к суду Это к суду Это меня По политической Статее Другой то не было А я говорю Это было Что я говорю Было Архипелаг Гулак Я в первой Стране Распространил Раскулачивания Было Не было А когда Которые давали Экспертизу Говорили Не было Я их потом Нашел Антонова Надежда Ивановна Она Сельскохозяйствен На университете Она говорит Так у меня Деда раскулачивают Да как же Вы говорите Она заставили Я их всех нашел Которые против меня были Я расследовал И всех До одного Нашел И все знали Что было Ну да Теперь Взаимно долгать Что их не было Было Поэтому они Долгали Долгать статья Там будет Говорить Лапкин вернулся И стучал Сапогами По лестницам Этих Редакции До всех добрался Кто показывал Кто писал статью Я всех нашел И все Попятились И который писал Статью Главное Я его пригласил Жена больная С дочкой потеряю Купить березовку И мы с ним договаривались Титов Виктор Иосифович Ее договорились Нам дадут место В газете Алтайской правде Вот до того Старителя Там он написал Две статьи И дальше Будет как И в это время Он внезапно умирает Я не знаю Ему там 50 лет Было Не больше Я подробности Все знаю Это вообще Не выскажешь Понимаете Это такое чудо Вот он Когда умер А в это время Ее брат На Дальнем Востоке Каким-то образом Про меня узнал Она говорит Я осталась без мужа Я не знаю Что делать Он говорит У вас в Алтайском крае Где-то есть Лапкин такой Он не знал Что мы с ним знакомы И вот ты к нему Обратись Он тебе покажет Что делать И она Вот такие На столе лежат Пачки Я говорит Стала их брать И пачка уронила И на первом месте Лежит Наше сне договор И она посчитала Сразу ко мне Позвонила Мы встретились Может быть У него 300 Там 500 Лежало этих Листы бумаги Корреспондента И она говорит Сразу Как будто кто-то Вытащил Положил Передо мной Ну а дальше Уже Совсем другое Он напишет статью Тогда был Майоров Юрий Алексеевич Главный редактор Тайской правды И он говорит Это вы доверяете ему Я говорю Да Обычно тот Кто меня оклеветал Как я ему доверять буду Я говорю Мы готовим сейчас Встретимся Как из другой эпохи С ним будем беседовать Все записать Опубликовать Но не получилось Дальше Смотрите Что дальше они пишут Погромче Вино не признает С большим чувством Говорит О мучениях В тюрьме Муки его Духовные Обусловлены тем Что он Вдруг оказался Среди матерых Убийц И насильников Где нет Ни одного человека Близкого ему По духу Нет единоверцев Он скучает Я говорил Прокурору Там все До этого было Ну арестуйте Еще на К2 То что Можно было беседовать В одну камеру Ну возьмите хоть Временно Потом освободите их Я один Мотай себе на ус Пошли Вот характеристика Какая Он скучает Он и осуждает себя За свою сентиментальность За привязанность К земному То есть Опять что-то Возвращается Он должен думать О Боге А оказывается Мысли у него Заняты земным И поэтому Он видимо Плохой христианин Откровенно Говорит Что если бы Он знал Что его Духовный отец Дудко Отрекся От своих Убеждений Он сразу Принял Покаяние Цитата От всех Этих Дел И был уже На свободе Наверное Однако Он не знал Этого И осуждать Своего Духовного Отца Не смеет Он много Понял И почувствовал За время Проведенное В тюрьме Если он Окажется На свободе То Уедет Куда-нибудь В деревню Будет жить Мирно Молиться И уйдет От всего Цитата То в чем Обвиняют Меня Не повторится Я отхожу Ото всего Какое бы Решение Суд не принял То есть Я в теплогулок Не издаю И все Больше ничего И не было В течение Всей беседы Он держался Уверенно Фанатично Отстаивал Свою точку Зрения Несколько Переоценивая Свои способности Высказывал Свою точку Зрения На те или иные Вопросы Связанные С его Убеждением Он считает Что Богослужение Должно Вестись На русском Современном Языке Не на церковно-славянском А на литературном Языке Что Некоторые Религиозные Отправления По его мнению Подлежат Модернизации Чтобы Привлечь На сторону Церкви Молодежь Приобщить К вере Настаивать На праведный Путь Не долечили Это не характеристика Это Панегирик А это Какой-то Психиатр Писал Да Главное Это профессор Или кто Он там Кандидат Наук Дальше Испытуемый Склонен К подвижничеству Миссионерству Религиозному Просветительству Да Не определяет Потому что Я там же В 4.40 Вставал Когда все спят Молился И одна Которая Уборщица Это была И она Я-то не вижу Ее молюсь Она сзади Я считаюсь Я 40 земных поклонов А у ней Мать говорила Кто 40 земных поклонов делает Того Бог слышит Вот надо же Ей пришло И она тогда Когда я ложусь спать 2 часа Она раньше приходит И мне Под подушку Там и галеты Там и пряники Все это подкладывает А напротив Один увидел Когда узнал Койки-то в 2 этажа На этой Шконка-то Он говорит А мне еще не даешь А тебе еще и получи Кроме матерков-то Закройся Шнурок И все Как я встречался А там открыто Это не камера Палата называется Мышление у него Последовательное Логичное Связное А сколько времени Вы лежали Да там же написано Считал В июле арестовали В октябре освободили Июль Август Сентябрь Ну с чем-то два С чем-то месяца Связанное Или связное Там когда я пойду Обратную этапу Будут чудеса Бог творит Будет Мышление у него Последовательное Логичное Связное 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 Ну конечно Партизанской Связным Сделано Ну да Главное Доказывает Ладно Давай Нормально Все Хорошо Тихо Левитан Вас проверить надо Дальше Также не обнаружено Каких-либо Патологических Нарушений Мышления В письменной Продукции Бредовых Идей И галлюкцинации У него Не обнаружено Эмоционально Он живой Адекватный Теплый Теплый Не остыр Дальше Интеллект Соответствует Культурному Уровню И образу Жизни В отделении Каких-либо Странностей В его поступках И в высказываниях Не отмечалось Он много молился Скурпулезно Выполнял Все предписания Религиозного Характера Молился В назначенное Им Самим Время Несколько раз В сутки Постился И тому подобное Много Говорил На религиозные Темы Обращался К испытуемым С проповедями Говорил Об этом Без страха Преступники Прямо в глаза Призывал К смирению Окружающие С интересом Слушали его Группировались Вокруг него С медперсоналом И врачами Он был вежлив Предупредителем Не назойлив Не назойлив Он благодарил За хорошее К нему Человеческое Отношение Выражал Неподдельное Изумление Тем Что к убийцам Преступникам Так хорошо Относятся Вместе с тем Он тяготился Пребыванием В психиатрической Больнице Просил Скорее Выписать Его Из отделения Иногда Мог Всплакнуть Вспомнив О родных О свободе Спал И ел Хорошо Заключение Душевным Заболеванием Не страдает Он является Психопатической Личностью Из круга Паранояльных Психопатов Ничего себе Не валяет Это у меня Одну операцию И делали Это мы все Такие здоровые Операцию Я к врачу И говорю Вы как-то напишите Чтобы Мы люди Не понимали Психопаты Где лечили Не видно Ты показать Студно Он говорит Я так напишу Говорит Завтра Сам не пойму Что Я правда Написала Врачи считают И ничего не поймут Кто ты такой Кто ты такой Душевным Заболеванием Не страдает Является Психопатическая Личность Да Да нет Там дальше же Еще Из круга Паранояльных Психопатов Вот это здорово Что такое Паранояльность Да это ты же Есть Давай дальше Не знаю Что такое Паранояль Давай Паранояль Паранояль Держали Какую-то идею Ну потом Парути ныть Парути ныть Об этом Свидетельствуют Свойственные ему Характерологические Особенности Проявляющиеся В повышенной Волевой активности Нередко Выраженной Завышенной Самооценкой И склонностью К самолюбованию А также Склонностью К его Образованию Сверхценных Идей В кавычках Реформаторского Содержания Однако Степень Указанных Нарушений У Лапкина Игнатий Тихонович Не столь Значительно Чтобы он Не мог Отдавать себе Отчеты В своих действиях Или руководить Ими Так как у него Сохранены Интеллектуальные Способности Он Обнаруживает Заинтересованность В личных делах Способность Критически Оценивать Своё поведение И регулировать Свои поступки С учётом Окружающего Такую Характеристику Не получить Это уже Господь дал Давай Окружающего Мира Нет С учётом Окружающего Запятая Равно Как предвидеть Последствия Своих действий И удержаться От совершения Их То есть Адекватный Можете Адекватный Психопат Адекватный Психопат Установленный Ранее Лапкино Игнатию Тихоновичу Диагноз Параноидной Шизофрении С учётом 19-летнего Катамнеза Катамнеза Что такое Тоже не знаю Ну это Кота Подмазали маслом Давай При настоящем Клиническом Обследовании Не подтвердился То есть То что в армии было Не подтвердилось То есть Кот Поел Просто Фолокал Молока Не говорят Что ничего Не подтвердилось То что было А там ничего И не было Ничего Смотрите Шизоиндарный Параноик Все эти годы Регулярно Работал Женился Не производил На окружающих Впечатления Человека С психическими Нарушениями Чудаковатого На производстве Он также Зарекомендовал Себя положительно И странности В поведении За годы работы У него не наблюдалось Это уже пошло Могли не так Зам директора был Где я работал На фирме Михаил Фёдорович Рыжок Когда спрашивали Ну Лапкин Ремонтирую базу Все что останется В банках Отдавали Но Однажды Я его попросил Я же Одновременно И пожарным Чистился у них Попросил Первого мая Повесить влаги А там у нас Только подняться Лесенка И Вставить там Привали на такие Дверки Трубочки А Лапкин Сказал мне Если я к влагам Вашем прикосновении Я неделю руки Отмывать буду Но это явное дело Что уже Политически Антисоветизм И это на суде Он сказал Но Как-то так Пронеслось мимо Сталин помер И Полегче стало Дальше Он остался Эмоционально живым Адекватным У него не имеется Свойственных для шизофрении Нарушений мышления Проявлений Психического Автоматизма А так же Клинических проявлений Связанных с нарушениями Произвольной деятельности У него не выявлено Нарушений восприятия Бредовых идей В том числе И религиозного содержания Описанное В свидетельстве О болезни Ди 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 Стическое состояние Имевшее место У Лапкина Игната Тихонича В 1961 году Внешне схожее С проявлениями Бредового психоза Следует расценивать Как свойство Его личности Психопатическую реакцию То есть Они меня оправдуют Что тогда я вел себя Все нормально Но тех они не обидели Психиатра Так как умно подошли Трудно исключить Интереактивное состояние, из которого он тогда же полностью вышел. Об этом свидетельствуют данные о том, что указанное психическое расстройство вытекало из психического склада личности и было психогенно обусловлено условиями его жизни. Не описано также характерные для такого приступа острочувственного бреда психических автоматизмов и идей величия. Признать вменяемым Мазур М. Моисей Ааронович Колесникова, М. Яницкая. Это сестры, которые там, когда меня отправляли, мне не сказали, что меня сегодня будут. И что-то сестры прямо ко мне подходят, а сестры хорошие. Они два вот таких полных мешка набили. Там пряники, галеты, еще только не было. Там кружку, ложку. Она говорит, мы, говорит, на пенсию никого так не провожали. Это Бог так сделал. И как только меня оттуда вызволили, кажется, там же в Кемерово, сразу в тюрьму. И вот, надо все совместить так. Камера у меня так открыли, берем я в камеру, и камера захлопнулась. А там двое, один сыган сидит, он дочь. Что-то она не по его было, он ее зарезал. И молодой человек, ну, года 24, это русоволосый такой, как вот у нас Женя этот, пример, ну, русоволосый такой. Он сразу ко мне, а вы Бог? Я говорю, нет, я человек. Я о Боге говорю, а мне сон сегодня был, я ему рассказал. Говорю, мне во сне кто-то сказал, говорит, к вам сегодня в камеру Бог, Бог придет. А они-то тут сидели, тут там играли в карты, там что-то такое. А тут он сразу ко мне прилип, а он что, попался за что? Тогда обмен культурными людьми был, его в Германию направили как учителя, внушитель. А из Германии сюда. И он там научился деньги обменивать, там, на марки. А там на сего? Семера. Семера. Приезда. Только помянул, вот он, вот он. Садись. Вот только сейчас сказал, понятно. Не рад у него, только сказал о нем, вот примерно такое. Ну, вот интересно. Богатым будешь. Я сижу спиной, я даже не видел, что лежание подошло. Жив Бога, да, подогреть. Не, раньше, не позже, вот тоже. Еще второе предложение, говорю, он уже рядом стоит. Вы думаете, что я знаю или меня предупредил? Вот это чудо так чудо, а тут подумай, что кто-то там ходит, поет вместе с нами. Я дальше хочу рассказать. Я нахожусь там, и ему даю Новый Завет. И он всю ночь переписывал. И ко мне всем сердцем он прилип, этот человек. Он там в Германии был, обменивал деньги, талусские-то, а это не разрешалось. Как это называлось? Обмез валюта. Ну, деньги, когда обменивают, обменивают эти. А, эти, спекуляция? Не спекуляция, какое-то что-то такое. Валютная махинация. Ну, что-то такое. А Сыган-то с ним вместе был. А теперь он никуда. А я пришел, хлеб-то надо сушить там, это все. Я на верхней этой шконке разложил. Он Сыган-то ходит, ночью берет, а этот, видимо, ему сказал. Он на него обозлился. Ты что-то играл, ты был. Он даже не разговаривает. Пишет и пишет. С Евангелем что-то себе оставит. Но я не отдал ему, потому что мне же ехать где-то в тюрьме. И вот сразу так. Это Бог делает так. Вот представь, меня привозят, тоже Кемерово. И только привезли. Везут они в больничку, в тюрьму. А из тюрьмы потом меня будут вытаскивать уже в медицину-то где-то. Иди сюда, чего не убежал? Заходит, на сколько приехал, 20 человек от Барнаула. Всем дают матрасы. Матрасы заплеваны там, замоченные, с пятнами. Простынь такая, наполовину, половина жгут. Это дрова называется простыней. А этот, который подает, он баллондер называется. Его осудили, статья небольшая. Его при тюрьме оставляют. Срок-то ему идет, но при тюрьме легче будет. Вот рядом свидание и проще это. И он меня сразу увидел, я стою здесь. Так, ты, говорит, отойди в сторонку. Я думаю, почему же другим-то постель дают? А мне это не дают. Ну, когда моя очередь подошла, ты когда приехал? Я говорю, сегодня, я тебя жду три года здесь. О, как это вы узнали? Бог. Значит, он начал мне говорить. Я говорю, тут было время одно. Я достал простынь, они на крахмалиной, кажется. Новенькие лежат, никто. Я берегу до тебя. Да можете... Нет, это ты. И вот все мне дали. И я там все взял в охапку. И две женщины пришли, меня повели. Не мужчины. И, а где вы хотели быть? Я еще ничего не говорил. У Бога уже все по-другому. Я говорю, где воздух? И не курю. Ну, везде курю. А она говорит, а вот штрафной, это ШИЗО. Ну, туда и посадили. Ну, завели меня, там никого нету. Которая к стенке вот такая вот, она на шарниры. Поднимают дальше. А отсюда штырь, и он держит тебя койк. А утром, когда вставать, вот снаружи-то штырь выдергивает, это падает, и человек, ну, вот так, полка-то балла, полка-то так вот. А человек бряк туда, я думаю, это не сделает. Я зашел, а воздуху нет. Я говорю, тут плохо. Так, Верка, ну-ка беги, швабру тащи. Верка побежала, швабры, тыс, окно, вверху такое вот маленькое. Разбила, и все, воздух пошел. Гляжу, мужики начали забавляться в соседние камеры. Женщина, она, кричит, я не могу. Дети остались дома, что есть? Можешь, успокоим. Не могу. Они пришли, шланг подтащили. Теперь открывает, и из шланга начали холодной водой ее поливать. А вот она-то стесет, она орет, кричит. Ну, утихло, утихло, все. Там быстро расправиться-то. Это в этой, в одной только тюрьме. А уже в обед меня вызывают. Это вы молитвы тут распространяете? У меня с тобой бумажки там написано. Я, начальник меня начинает расспрашивать. А уже к вечеру вся камера слушается. С восьми до десяти я проповедую. Ужин прошел. И на семьдесят пять человек трое не курят. Тщательно вымыли руки. Пахар, который старше стоит, вор в законе смотрит за всеми. Чтоб ни о ней не закурил, ни слова не говорил. Полная тишина. Я два часа проповедую. Охранники открывают дверь. Звук этажей стоят рядом. Первый день уже тюрьма подчиняется. Как быть верующим? Да и не еще, если тебя психиатр не запечатали. А когда уже из тюрьмы вывели туда, и отправляет какой-то капитан. Видно, что подвыпившись. Ну, набралось у нас уже сейчас пятьдесят. Так, жалобы есть? Ну, какие жалобы? Тебя там сомнут, отметелят, кости переломают. Нету. Я вышел вот так. Я говорю, жалобы есть? Жалобы? Я говорю, да. Какая? У меня ручка была, взяли. И мне отдали. Ручку. А кто-то ему, видимо, подошел, уже сказал. На меня-то дело тоже у них в руках. А там все сказано, кто он. Ну, иди сюда. Он завел. А там у него ручек вот так лежит. Куда тебе? Он вот так вот сгреб мне в сумку. Ра, до друга. Ну, я не знаю, сколько там. Ну, ручек пятьдесят, наверное, было. Вот и все. Как верующим быть хорошо. А когда уже посадили, повезли. Разговаривать нельзя. Так вот коридор. А тут вот так вот разделенная решетка. Видать, камеры эти где-то. А там один пацаненок был, Солнцев, кажется, Ваня. Он отца убил. Отец милиционер был. Я, говорит, хулиганил. А отец бил меня. И однажды отец вылазит из погреба. А я пугач сделал. И прямо в голову отца застрелил его. А отец милиционер был. Потом испугался. Наверное, через час пришел. Мне показалось, что он вылез маленько. Он не вылез. Он его тогда на машину и в карьер, и в песок зарыл. Ну, вот, что ли, копыль ковырят. Отца и выковырнули. Дома обыскид нет. Я, говорит, пистолет этот, который сделал, пугач. Я спрятал. Они через две недели пришли, я говорю, что я вернул. И пистолет сразу нашли. Ну, его осудили. И везут с нами. Я охраннику говорю, который ходит. Вот этот человек, он там оден. С другими. Да вы можете? А я, меня один. В одной камере. А вы можете его сюда перевести? Ну, почему нет? А его ко мне перевели. Я ему теперь все отобмунировал. Его все ему дал. Накормил. А женщины рядом просятся к соседним. Батюшка, молитвы нам надо. На охране ходит, слышит. Я не отвечаю. Он тогда подошел. А почему не отвечаете? Я говорю, пункт 15-й Б запрещает это делать. О, он закон-то не знает. Я говорю, я не могу нарушить. А я разрешаю. Я говорю, скажите им, чтобы дали бумагу и ручку. Бабы мигом спроворились. Я говорю, меня бы в туалет сводили. Какой разговор? Паш, я бабы криком кричат. Не водят? Куда хочешь, хоть в сапоги, хоть куда. И говорит, батюшка, заступите за нас. А я ему говорю, вы женщин-то сводили бы. Ох, не знаю, как это так. Да поди не убегут. Ну, давай по одной водить. Женщины расположились. Охранник, а еще только дорогой везут. Хорошо быть верующим. Это все у меня вот здесь об этой книге. Она из документов одних. Самый свирепый конвой новосибирский был. Мы еще до Тольменки не доехали, они уже слушаются. Это Бог делает. Как мне бороду остригали, здесь написано. Уже на зоне. А стричься бороду, уже когда засудили, остригут. А мне начальник тюрьмы разрешил. А там уже нельзя. Я плащу, все же, вот так следы текута. Простынь большую расстелили. Этот парикмакер-чеченец. А меня Аллах не накажет. Я говорю, да Бог-то тебя знает. Ты же не сам. Он трясется, и я плащу. Я бороду-то собрал. У меня сейчас две бороды. Одна в конверте, другая вот. Понимаешь, как хорошо быть верующим. Как себя вести? Как дома. И где бы ты ни был. Я тут проповедовал, я не обратился. Мы стали вдвоем молиться теперь. Начальство узнало, что делать теперь. Камера-то. Теряем мы над ней контроль-то. Убрать. И нас обоих уверяют, нам это и надо. И нас там в подвальное помещение. Какой я певец-то? Ну, научил его петь. Он ходит по этой, по скамейке-то там, приват. И ходит, как поет и поет. Полотенце повесил, это Редкин Владимир Прокопьевич. Избийская. И плащет. Я ему рассказал, как мы малину брали. И у нас один ребенок отошел в сторонку. Он мне говорит, он малину не берет. На обед брали это. Он не берет, а мы берем. Я говорю, не трожь, я к нему подполз. А он ягодку возьмет. Святые Божие. Святые крепкие. Я говорю, не надо, он берет. Его трогать не надо. Он когда услышал этот Редкин-то, а мои дети-то, да какие же они злые. Друг друга бьют, обзываются, матерятся. Отец Игнатий. Святые Божие дети-то поют. Там еще нет, я сказал. Там он полотенце вытирается, а сам плащет. Это Бог делает так. Я маленько научил его. А он все переписывал и переписывал. На пальце мозоль у него образовалась. Я первый раз видел от ручки. Ну, производственная травма. И все, я когда выхожу, на столе разложу там, и переписал я Акапис, слава Богу, за все. И нас когда привели, там прогулка на верхнем этаже, и она под решеткой. А я на столе разрешил. Здесь жалобы, что проводят, меня не сейчас дают, а меньше. Они просчитали это. А тут я уже в дверях стоял, икась, кандак. Не просто так. А я подошел, ничего не заметил. Когда они дверь захлопнули, я гляжу, а жалоб-то моих нету на них-то, что они меня раньше оттуда вытаскивают. Мне надо сейчас дышать с этим воздухом. Я постучался. Тут было у нас объявление. Мы не брали. Ну, а кто ж, кроме вас-то, зайдет в камеру-то? Не брали, не брали. Я сейчас новую напишу, и за это напишу, что еще взяли. Они сразу мне принесли. Так, отец, давай договоримся. Порьби эту бумагу. Мы тебя будем отдельно водить целый час. И правда водили, а бумагу забрали. Интересно? А там одна камера была, а снег выкидывает, когда вот такая вот там внизу. Вот там заплеванная. Я вот так вот и вижу купол Покровского собора. Я всегда просился в эту камеру. А именно да раньше меня вывезти. А завели другую. Я говорю, отец, мы тебя в ту камеру посадим в следующий раз. Только пойдем пораньше. Нам домой идти уже пора. Я говорю, вы не довели в 15 минут. А как вы узнали? Я говорю, я зашел к ней, которая падает сверху, от солнца. А я ее пометил. А теперь я вижу, как она передвигается. А меня когда увидел, кричал-то там. А? Меня когда увидел, вытущий. Надежда Васильевича. Да, Надежда Васильевича. Не важно, как? Вообще, все рассказать трудно. Ну, характеристика. Пошли. Да. Может, пора заканчивать? Все уже. За конец цитаты. Все, молимся. Конец. Как? Все? Ну, да. Считали. Достойная всякого истину, блажительство Богородицу, крестоблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую хирургин, и славнейшую без сравнения серафин, без искрения Бога слова ростшую, сущую Богородицу Тебе чая. Амартий, помолись. Амартий, помолись. Амартий к вере истинной наших детей, всех детей нашей общины. Ты, Господи, знаешь их имена. Приведи их к познанию Тебя. Даруй им веру от слышания слов Евангелия. Распусти нас с миром по домам. И этот день благослови нас прожить без греха. Пошли на милости Твои щедроты, да будешь Ты благословен во веки веков. Аминь. Аминь. Вот ко всем вопрос, посмотрите. Меня часто упрекают. Вот это я бы не сказал про психиатрию, ни один бы не знал, и что написали. Зачем я опубликовал это все? Зачем? Чтобы люди знали. Один ответ даю. Я очень уважаю моих читателей и слушателей. И поэтому каждый стоит и смотрит. Никто бы это не знал. А еще сколько там, которые будут говорить, выступать. Ну, негатив сплошной. Я все поместил туда книгу. И там, интересно, врач она написала. Часто мочился. Я говорю, молился. Они посмотрели, ну и правда, напечатали уже мочился. Это бошаражился. Вот так. И поэтому отрицательное, положительное люди рассудят. Поймут. Как чаще живите половой жизнью, да? Надежда Васильевна, твоя игрушка осталась на столе. Да, она уже убежала.